В день выборов за сутки канал 24КЗ выдал в эфир рекордное количество новостных материалов и побил все рекорды в истории отечественного телевидения. 26 апреля зрители могли следить за выборами в режиме онлайн. В эфир вышло более сотни прямых включений. Мой коллега Улжас Рамазанов расскажет о рецепте успеха самого оперативного новостного ресурса нашей страны. 26 апреля в день выборов сотрудники телеканала 24КЗ работали с раннего утра и до глубокой ночи. Десятки выездов и интервью. Каждые полчаса прямые включения. Все для того, чтобы казахстанцы могли следить за важным политическим событием в режиме онлайн. Добро пожаловать в Ньюсрум, в обитель оперативной информации. День выборов здесь не забудут долго. За 20 часов команда агентства выдала в эфир 835 материалов и 108 прямых включений. Канал освещал ход голосования по всему Казахстану и в странах мира, несмотря на расстояние и часовые пояса. Канал 24КЗ побил рекордные показатели в истории казахстанского телевидения. Около тысячи материалов менее чем за сутки. Все это благодаря слаженным действиям всей команды. Корреспондент Иван Тулинов на ногах с трех часов ночи. Он ежечасно передавал свежие новости из Центра избиркома. Каждый из команды чувствует и усталость, и физическую, и эмоциональную истощенность. Но тем не менее, рад то, что мы со своей задачей справились. Каждый час мы выдавали самую последнюю информацию из Центральной избирательной комиссии. И мы становились фактически первыми в стране, кто доносил эту информацию до зрителя. Все нормально? Я, я. Добрый день, Лаура. Да, действительно, людей сегодня здесь, на этом избирательном участке номер 89 немало. Пока корреспонденты выходили в прямом эфире из разных точек страны, редакторы искали наиболее интересные детали выборного дня. Истории обычных казахстанцев, их эмоций и надежды. Для нас это привычная работа. Мы ежедневно в таком русле работаем. Были свадьбы. Леди молодожены, сделав свой главный выбор в жизни, выбрав друг друга, пошли на избирательный участок. Были ветераны, долгожители, впервые проголосовавшие. В день выборов телеканал стал главным информационным рупором. Вся команда понимала ответственность и приняла колоссальный объем работы. Сотрудники засыпали прямо на рабочем месте. Другие забывали про обед. Рабочие столы превращались в кухонные. Новостной конвейер работал без сбоев. Выпуски один за другим выходили в штатном режиме. И только сами сотрудники, жители информационного муравейника, знают настоящую цену красивой эфирной картинки. За ухоженным лицом, ведущей и милой улыбкой стоит ежедневный труд сотни людей. За несколькими минутами новостей часы напряженной работы. Поэтому корреспондентов, работавших несколько часов в прямом эфире, встречают как родных после долгой разлуки. День выборов стал хорошим испытанием для всего канала. Вот эта вот вся редакция, это все журналисты, я считаю, что они отработали сполна. Выполнили тоже свой гражданский долг, так как именно о ходе выборов, о том, как сегодня все это происходило, нужно было рассказывать нашим телезрителям. Вот миллионы телезрителей как раз таки узнавали все это вот благодаря слаженной работе вот этой вот команды. Коллектив агентства Хабар достойно выдержал нагрузку насыщенных информационных суток. Вся команда работала в режиме нон-стоп, с первыми лучами солнца и до поздней ночи. Свидетелями силы и возможностей главного новостного ресурса страны стали миллионы казахстанцев. Улжас Рамазанов, Умирбек Изимов, Астана.